пошло, пошло, очень хорошо. Вот, так что сегодня у нас урок второй. И если вы помните, в прошлый раз я сказал вам, что вот сам распорядок или само устройство этого курса таково, что сначала мы смотрим очень широко на всю картину, и потом постепенно, постепенно, постепенно мы начинаем сужаться и смотреть уже под микроскопом на то, что такое церковь, и на то, как работают различные органы, системы органов этого тела, и даже, может быть, клетки, если хотите. Вот, но сегодня мы все еще смотрим достаточно широко в общем и целом, и вот это в общем и целом будет тоже чрезвычайно важно. Этот широкий взгляд важен для того, чтобы потом начать смотреть на детали. Сегодня, если вы уже ознакомились с документами, которые я вам выслал, мы будем говорить с вами о великом поручении воспитания учеников и о развитии направления, в котором движется церковь. Интересно, что великое поручение — это одно из библейских мест, которое мы все прекрасно знаем, где оно находится, в 28 главе Евангелия от Матфея, 18-20 стих. То есть это место, которое всем очень хорошо знакомое, и, к сожалению, большому моему вот эти самые хорошие, известные места, традиционные, типичные, ну даже, можно сказать, в какой-то мере хрестоматийные места, нами воспринимаются как те части Библии, которые настолько понятны, что мы даже не задумываемся о том, что там, собственно говоря, о чем там повествуется. А жаль, потому что очень часто мы ограничиваемся взглядом на поверхностные какие-то факторы и аспекты данных мест и забываем просто копнуть глубоко. Но это, так сказать, тоже такая маленькая сноска. Дорогие пасторы, дорогие служители, копайте глубоко во всех хорошо вам известных местах, потому что там сокрыто намного больше, нежели, кажется, на первый взгляд. И те вещи, которые вы узнали, когда только что покаялись и приняли Христа в свою жизнь, как бы давно это ни было, тем не менее, я могу вам сказать, в этих вещах содержатся аспекты истины, которые настолько глубоки, и что вот только сейчас вы их, может быть, по-настоящему можете понять. Так что не относитесь легковесно к местам таким, как Иоанна 3,16, потому что это совсем не так просто, как вам может показаться на первый взгляд. Ну хорошо, мы с вами смотрим на великое поручение. И все прекрасно знают, что там сказано, абсолютно. Но меня поражает в великом поручении одна очень интересная вещь. Во-первых, я могу сказать, что это великая привилегия. Больше, чем великое поручение. Потому что, подумайте, для того, чтобы Бог достиг всего мира Евангелия, в принципе, ведь мы ему не нужны. Ведь он, как говорится, из камней сих может создать детей Авраама. И, в общем-то, без нас он может заставить и камни выпиять. Но мы с вами имеем вот эту потрясающую честь быть здесь на земле, остаться здесь на земле для того, чтобы нести его благою весть. Когда мы начинаем немножко по-другому об этом думать, мы с большим трепетом начинаем относиться к великому поручению. Как-то мне рассказали одну такую смешную историю. Она выдуманная, ее на самом деле не было. Но я всегда начинаю этот урок с этой выдуманной, абсурдной достаточно истории. Подумайте, вот когда Христос непосредственно совершил свой труд на земле, и когда он вознесся на небеса, то есть вопрос такой, что после него здесь осталось-то? Вот, и как-то мне говорят, представляешь, он поднимается на небеса, и ангелы в восторге говорят, ну, вот теперь ты здесь, ну, вот теперь ты, когда все свершилось, вот теперь ты там-то все и начинается. Ну, расскажи, что вообще у тебя, вот что ты там оставил? Ну, я оставил 12 человек, которые, в общем-то, еще даже не имеют Святого Духа, которые достаточно незрелые, которые, ну, они наставленные, но не имеют никакой практики служения. Ага, хорошо, молодец. И что они должны сделать? Ну, они должны всему миру рассказать Евангелие. Подумайте, да, конечно, такого не было, да, но если вот так вот посмотреть на эту ситуацию, да, то мы прекрасно можем с вами понять, что Христос, вознесшись на небеса, оставил после себя группу испуганных недотелок, которые, в общем-то, были совершенно неопытны в служении. Мы с вами сегодня опытнее намного в служении, нежели апостолы, которые жили 2000 лет тому назад. И вот этим людям была дана вот эта заповедь, было дано это поручение, или дана привилегия, как я сейчас сказал, донести Евангелие до всего мира. Простите. И вопрос у меня всегда, когда я об этом думаю, такой интересный вопрос. Простой. А что было бы, если бы они не послушались? Ну, вопрос простой, ответ тоже очень простой. Мы бы с вами сегодня здесь не сидели, вот и все. Так вот, великое поручение — это потрясающая вещь, это потрясающая привилегия, это то, к чему мы должны относиться очень серьезно. И не случайно Христос повторил его несколько раз, и в 16 главе Евангелия от Марка немножко другими словами. Первая глава «Одеяний», 8 стих, как вы помните, тоже перефразирует непосредственно это великое поручение. То есть, судя по всему, Христос, ходя еще некоторое время по земле после завершения своего труда и перед Вознесением на небеса, вот это великое поручение в разных контекстах по-разному повторял, но вот в лучшем виде до нас оно дошло именно в Евангелие от Матвея, в 28 главе. Я прочитаю его, причем не вот так вот пробубнив, а давайте вот вдумчиво его прочитаем, как в первый раз. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Итак, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я поделил вам». И все с вами до скончания еще дальше есть, да? Но мы вот на эту часть посмотрим сейчас. Итак, посмотрите, что здесь говорит Христос. Это очень важно, потому что... Почему это важно? Потому что церковь наша, по большому счету, оставлена на земле для того, чтобы вот это выполнять. Подумайте, по большому счету, если мы с вами уже покаялись, и все у нас хорошо, и вечная наша судьба предупределена, и мы с вами имеем жительство на небесах, так а чего здесь делать-то? Может быть, сразу умирать и идти на небо? Единственная причина нам здесь оставаться, чтобы вот это выполнять. Подумайте, это очень важно. Христос утверждает, что Ему дана власть повсюду, на небе и на земле. То есть Он властвует везде. В любом случае, все под Его контроль. Даже несмотря на то, что порой так не кажется. Он утверждает, что это факт. И мы в это можем верить или нет. Я советую верить, потому что Христос никогда не лжет. Вся власть повсюду предодлежит Ему. Итак, другими словами, поскольку вся власть моя, вы мои, я вам уже все это объяснил, я вас искупил, я вас принял, я дал вам это новое основание, и я властвую над всем. И вот поэтому, дорогие друзья, смотрите, поскольку я такой, вы вот что должны делать, говорит Христос. Итак, потому что мне дана власть, вот что делать вам, не боясь, не смущаясь, вы делаете то, что я вам повелеваю. И я говорю вам, говорит Христос, вы, дорогие друзья, это вы посланники царя, имеющего всю власть, идите и выполняйте. Вот, что выполнять? И вот сейчас очень важный момент. Посмотрите. Когда мы с вами говорим о великом поручении, типично, традиционно, люди приравнивают великое поручение к благовестию. Вы скажете, а разве это не так? Не совсем. Дело в том, что благовестие является лишь частью великого поручения. А, да? Да. Давайте посмотрим с вами на эти два стиха еще внимательнее, и мы посмотрим с вами на очень интересную вещь. Посмотрите, каков окончательный результат вот этого поручения. То есть нам поручили что-то сделать. Когда я поручаю своим детям убрать на кухне, я представляю себе чистую кухню, с вымытой посудой, аккуратно протертым столом. Ну, то есть я знаю вот этот окончательный результат, которого я хочу добиться. Когда я им даю это поручение, я представляю, что я хочу видеть, потом я могу прийти, проверить, сказать, девчонки, спасибо. Вот именно это я и просил вас сделать. Так вот, чего Христос-то нас просит сделать? В результате того, что он, имея всякую власть, нас посылает на определенного рода миссию, мы должны увидеть конечный результат. Так вот, посмотрите, это самый главный смысл. Смысловое и грамматическое даже, мы с вами сейчас увидим ударение на что здесь стоит в этом великом поручении. Посмотрите, научите все народы. Дословно, сделайте учеников из всех народов. Сделайте учеников из всех народов. Вот это самая главная цель. То есть, посмотрите, главная цель не пойти, главная цель не крестить, главная цель что? Результат какой? Результат того, что мы идем и делаем то, к чему Христос нас призвал, должен быть таким, что во всех народах будут ученики Христа. Вот когда это произойдет, мы будем знать, что великое поручение выполнено. Оно выполняется сейчас, на данный момент. И вот посмотрите, так интересно, если посмотреть вообще подробно на каждое слово великого поручения. Итак, смотрите, да нам не всякая власть на небе, я царь вселенной, и потому, дорогие друзья, идите. Кстати, интересно, слово, которое здесь используется в оригинальном греческом языке, идите, это причастие. Ну, для тех, может быть, для кого само слово причастие, это не причастие в плане хлебопреломления, а причастие как часть речи. То есть, дословно звучит так. Итак, пошедшие, вы пошедшие, или идущие, да, непосредственно. То есть, причастие, это особая, неиспрягаемая форма глагола, которая обладает признаками прилагательства. То есть, другими словами, оно обозначает признак, но, с другой стороны, этот признак особенный, который связан с действием. То есть, другими словами, вот вас характеризует нечто практическое, фактическое, действенное. Вы идущие. Так вот, вы идущие должны прийти к чему? К тому, чтобы во всех народах были ученики Христа. Возникает вопрос, как это сделать? И посмотрите, здесь несколько есть слов, которые, то есть, между началом, вот этим хождением и этим качеством, которое мы обретаем, когда Христос нас приобретает для себя и посылает нас, и окончательным результатом, когда будут ученики из всех народов, есть несколько моментов того, как вот этот процесс будет происходить. Вот вы идущие придите к тому, чтобы все народы стали таковыми, где будут ученики Христа. Делаете вы это следующим образом. Да, и кстати, давайте посмотрим. Вот у вас есть схема, вот этот овал, который разделен на три сегмента. Вот в левой части верхней, напишите, пожалуйста, идите. Напишите в левой верхней части, идите, вот этот левый сегмент. Хорошо. И над непосредственно вот этим самым овалом, то есть такое общее оглавление, общий заголовок, напишите, научите все народы, вот над, поверх этого овала, научите все народы. В левой верхней части, в сегменте напишите, идите. Да? Хорошо. То есть вы должны идти, и в результате этого хождения у вас должны возникнуть что? Ученики из всех народов. Кстати, интересно, слово ученик по-гречески матитис, оно по-гречески многозначно. Оно означает человек, который готов воспринимать, то есть ученик, это человек, который готов воспринимать, учительный человек, который готов слушать и воспринимать то, что ему дается. И одновременно вот в этом самом термине присутствует еще один аспект, тот, который готов делиться с тем, что воспринял. Это вот в этом слове содержится такая коннотация желания принять и желания отдавать. По большому счету, это самый благодарный и самый прекрасный труд для учителя, когда его ученик не просто является некой бездонной бочкой, куда он сливает информацию, а она просто через пустое дно выливается наружу. Но очень важно, да, когда мы передаем информацию, я понимаю, что вы того же хотите, вы отдаете ее людям, тем, в которых вы вкладываете, и когда это люди начинают применять и использовать и передавать дальше, вы в восторге. Это вот тот самый процесс, который мы хотим увидеть. Так вот, такие люди должны возникнуть в результате выполнения Великого Поручения. Но посмотрите, как это Великое Поручение происходит. Конечный результат мы с вами поняли. А есть еще аспекты. Идите, научите всенароды. Далее, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть, пойдя, пошедшие люди должны что? Сделать учеников из всех народов. И одним из аспектов является крещение. Что такое крещение? Крещение — это очень интересная вещь. Это внешнее утверждение внутренних изменений, как мы прекрасно с вами понимаем. И поэтому, дорогие друзья, мы также можем сказать, что несмотря на то, что здесь не сказано «приведите ко Христу» этих людей, тем не менее, вот посмотрите, вертикальная верхняя полоска, где написано «процесс воспитания учеников», пересекающий ее таким крестообразным образом. Вот просто превратить эту вертикальную полоску, разделяющую два верхние сегмента, в крест. То есть, это перекресток. Другими словами, ну мы не будем крестить неверующих людей, мы не сможем сделать учеников из людей, которые жаждут знать Христа и рассказывать весть о нем, если эти люди не придут к нему. И затем в правом верхнем сегменте напишите слово «крестите». То есть вы учите все народы, то есть делаете учеников из всех народов, безусловно, пойдя, завоевав души для Христа, и обязательно мы крестим этих людей. Это вот такой важный, переломный момент, когда человек утверждает внешне, через внешне установленный признак, через церковное установление данное Господом, тот факт, что он является последователем Христа. Он публично об этом говорит, он заверяет всех, кто является свидетелем данного события, о своем принятии Христа и присоединении к телу Церкви. Да, это очень важный момент. Да, то есть это свидетельство веры, это свидетельство принадлежности к Божьей Церкви, это свидетельство посвящения Богу, и это отправная точка, потому что, ну, по большому счету, нам нужны люди, которые открыто говорят о своей вере, и крещение как раз является вот таким вот моментом. А теперь посмотрите, вот именно эта часть и называется благовестием или евангелизмом. То есть, другими словами, евангелизм — это этап, при котором мы рассказываем человеку о Боге, видим вот эту радостную, видимо, это радостное событие, его принятие Христа, и не менее радостное событие, когда человек дорастает до того момента, что он публично утверждает совершенные внутри него изменения, и все вокруг радуются, и это, на самом деле, восторженное, удивительное, праздничное событие. Но вот это и есть евангелизм. И самое интересное, подумайте, вот на этом евангелизм непосредственно заканчивается, а у нас еще есть один сегмент, который находится внизу, и вот это очень важно. Дело в том, что люди в церквях, говоря о том, что они выполняют великое поручение, они приравнивают это исключительно к евангелизационной деятельности. Хочу ли я сказать, что евангелизм — это плохо или благовестие? Ни в коем случае. Это то, что заповедовал Христос. Это то, что мы должны делать. И порой, наоборот, церкви живут, знаете, по принципу, сделаем себе трекущие, и практически не благовествуют и не привлекают новых людей, потому что от новых людей новые проблемы, и зачем они нам нужны? Нам и так вчетвером, в пятером, в двадцатером хорошо. Это неправильно. Церковь призвана благовестной. Но то, что я хочу сказать, что когда мы делаем упор на благовестие, мы не должны думать, что мы выполняем великое поручение. Вот просто сегодня я хочу, чтобы вы перестали так думать. Если ваш акцент стоит на благовестии, и на этом вы ставите точку, вы великое поручение, дорогие братья и сестры, не выполняете. Почему? Потому что есть еще один очень важный аспект. И, кстати, интересно, что на евангелизм часто, в лучшем случае, когда церковь активная, пульсирующая, действующая, люди тратят 90% своего времени. Но что получается в результате? В результате получается, что церковные скамьи, церковные стулья, то есть места, на которых люди сидят на воскресном богослужении, заполняются телами. И на этом все заканчивается. Подумайте. Теперь давайте подумаем, когда Христос призвал своих учеников, достаточно ли ему было заполнить телами, ну я даже не знаю что, то есть церкви как таковой, церковного здания тогда не было, ну то есть сделать собрание, при котором ему было перед кем бы выступать. Вот набрал себе 12, а там еще было 70, а там еще толпы ходили. То есть я себя обеспечил кафедру, я буду выступать, а вы все меня слушаете. И достаточно такие большие цифры впечатляющие, но Христу не это нужно было, и он не этим занимался. Он подготовил учеников. Давайте еще раз вспомним, ученики это те, которые жаждут воспринимать и жаждут отдавать. И Христос их постоянно снаряжает. И они сейчас еще пока что, перед сошествием Святого Духа, праздником Пятидесятницы, который недавно праздновался у нас, они еще находятся в процессе этого снаряжения. То есть приготовление к выполнению великого поручения, Бог их готовит. Так вот посмотрите, внизу, вот в этом самом нижнем сегменте напишите фразу «учите, научите соблюдать все». И вот посмотрите разницу между евангелизмом и тем, что находится внизу. А внизу находится третья часть вот этого процесса выполнения великого поручения. И называется она, дорогие друзья, очень простым и известным вам словом «ученичество». ученичество. Ученичество — это та часть великого поручения, которая учит людей выполнять все, что Христос заповедовал. Все, что Христос заповедовал. Великое поручение состоит из благовестия, которое можно разделить на несколько частей «идите, приведите ко Христу и крестите». Но евангелизм непосредственно заканчивается в жизни человека, потому что это часть процесса, которая имеет начало и конец. Сколько нужно времени, чтобы пойти? Ну, собственно говоря, мы должны уже быть идущими. Дорогу освоит идущий. Сколько нужно времени, чтобы человек пришел ко Христу? Это не нам решать, это Бог совершает это чудо в его сердце. Мы как инструмент позволяем, позволяем Богу нас использовать как инструмент в этом процессе. Сколько нужно времени, чтобы человека крестить? Ну вот, понимаете, совсем немного. То есть я хочу сказать не о том, что надо, давайте, высчитывать время, сколько нужно, чтобы это сделать. Просто я хочу, чтобы вы поняли, что это то, что имеет начало и конец. А сколько нужно времени, дорогие братья и сестры, для того, чтобы научить человека соблюдать все, что Христос заповедовал? И если мы будем честными сами с собой, мы с вами признаемся, что мы по-прежнему с вами находимся в этом процессе сами, будучи пасторами, служителями. То есть для того, чтобы завершить процесс великого поручения в жизни человека, включая ученичество, которое является крупной частью этого процесса, необходима вся жизнь. И вы находитесь в этом процессе, воспринимая те вещи, которые до сих пор еще не научились соблюдать, и передавая это другим через восприятие этих вещей и применение их в личной жизни, в личном опыте хождения со Христом. Это очень важно. Посмотрите, к сожалению, на ученичество в церквях тратится лишь 10% времени, грубо говоря, иногда меньше. Потому что все в восторге от цифр. Все рады тому, что люди приходят ко Христу. А дальше что? То есть подумайте, невыполнение великого поручения, то есть отсутствие ученичества, вот этой части, составляющей великого поручения в церквях, равносильно было бы тому, что вы родили бы детей и были бы довольны тем, чтобы ваши дети навсегда остались хляльками. Ну то есть подумайте, бывают случаи, когда рождается ребенок, у него есть проблемы определенного рода, проблемы развития, проблемы роста, проблемы интеллекта, и ребенок задерживается. У меня есть вот в нашей церкви такие ситуации. Ребенок может дорасти до подросткового возраста, быть на уровне пятилетнего ребенка. Подумайте, вот если мы, если мы не включаем процесс ученичества в процесс выполнения великого поручения, мы практически плодим инвалидов намеренно. И вот это ужасно. Я не хочу выделить, знаете, евангелизм поставить ниже, чем ученичество. Я не хочу разделять процесс воспитания учеников. Я не хочу дробить великое поручение. Но моя задача показать вам, что мы его не выполняем очень часто. Моя задача показать вам, что нам нужно как раз перестать его дробить и заниматься только благовестием. Нам как раз нужно воспринимать великое поручение как некий комплекс вещей, которые все должны быть на своих местах. Мы должны продолжать благовествовать. И если вы помните схему с прошлого урока, когда я вам как раз показывал, как вообще процесс служить, помните, четыре кружочка. Вот, то есть мы должны продолжать благовествовать, никогда не останавливаться, потому что это часть выполнения великого поручения. Но мы должны задуматься, а мы выполняем ученичество. То есть процесс, в который мы вкладываем человека, помогая ему достигнуть зрелости. Или нам достаточно, чтобы тела заполнили скамьи. Это очень важный вопрос, на который мы с вами должны ответить. И почему я об этом с вами говорю? Я говорю с вами об этом потому, что именно выполнение великого поручения и состоит цель церкви. То есть для этого церковь оставлена на земле. И если мы этого не делаем, мы не повинуемся Богу. Вот в этом проблема, дорогие друзья. Вот. Это очень важный момент. Опять же, это широкий момент. Мы посмотрели на него с высоты птичьего полета, чтобы просто сказать, ага, вот есть великое поручение, вот церковь нужна для того, чтобы оно выполнялось. И давайте теперь просто про себя ответим на этот вопрос. Моя церковь делает на великом, на великом поручении должные акценты, в контексте великого поручения должные акценты на своей деятельности. Или мы просто решаем, что мы будем делать, и сами выбираем то самое процентное соотношение вещей, которое мы будем использовать, вкладывая свои усилия в ту или иную часть церковной жизни. То есть мы, учим ли мы соблюдать все, что Христос заповедовал? Учимся ли мы сами? Находимся ли мы в этом процессе? Ну, кстати, интересно, я помню, ровно 30 лет назад, ну, почти 30 лет назад, в октябре, может быть, кто-то из вас был свидетелем. Я вот на нашем слете пасторов об этом говорил. Была потрясающая впервые за годы советской власти миссия Ленинград в 1990 году, в 1991. Там выступал известный финский проповедник Альви Лехтин, там был Билл Брайт, известный евангелист 20-го столетия. Там был уже в 1991 году Джош Макдаул. То есть там было очень много всего, на самом деле. Потом была миссия Волга, когда в 1992 году та же компания проехала по всем Волжским городам, по крупнейшим Волжским городам, по всем, безусловно. До Ростова-на-Дону свернув туда для того, чтобы утвердить Евангелие, провозгласить. Евангелие было здорово, это было интересно, мне довелось там быть, быть переводчиком вот всех этих главных выступающих проповедников. Но я просто помню вот эти моменты, когда люди каждый раз во время, особенно в Ленинграде в 1990 году, в комплексе имени Ленина, который рухнул прошлой осенью, выбегали вперед для того, чтобы покаяться, принять Христа. Это невероятное море людей, которые выходили в кафедре каждый раз. Это было очень, конечно, здорово, очень интересно. Но у меня вот вопрос тогда возник, а куда они все пойдут? То есть в какие церкви? Потому что я неплохо был знаком тогда с церковной ситуацией в городе Петербурге, Ленинграде, тогда еще. Я понимал одну вещь прекрасно, что церкви не готовы их принять. Потому что они даже и рассадить их не смогут, но рассадив, они не будут знать, чего с ними делать. Именно тогда вот Бог мне конкретно проговорил в моей жизни, дал мне призвание быть пастором, почему я делаю сегодня то, что я делаю. Дорогие друзья, это просто очень важно. У нас есть недостаток церквей, а те церкви, которые существуют, часто, мне кажется, мы забываем о том, что наша задача не телами церковь заполнить и даже не повысить интеллектуальный уровень людей. Наша задача — видеть измененную жизнь. Вот это важно. Ну, кстати, опять же, как вы готовите учеников? Кстати, подумайте, например, дети. Ваша задача в детском служении какая? Это вообще касается всех возрастов. Может быть, ваша задача детского служения в том, чтобы детей убрать с богослужения, чтобы они не вякали? Нет. Наша задача, если мы формируем детское служение, воскресную школу, мы должны формировать ее так, для того, чтобы там воспитывались ученики. То есть там, может быть, благовестие происходит, потому что дети могут быть неверующие, но, то есть, они находятся в этом процессе, понимаете? Вот все в церкви должно соответствовать этому процессу. Хорошо, пожилые бабушки. То есть, что им уже поздно, типа того, что они из ума выжили, я знаю, такие церкви, ты так думаешь. Дорогие друзья, вот, не знаю, у меня есть сейчас одна из женщин, которая в церкви, которая покаялась в 78 лет, сейчас ей 83, и она активно участвует в процессе воспитания учеников, и она ученица Христа. То есть, в смысле, наша задача бабушек рассадить и говорить, как классно, что бабушки в церкви есть. Мы их не просто утешать должны в их пожилом возрасте, мы воспитываем учеников. Они, вот эти бабушки, за то время, которое Бог им дал на этой земле, должны научиться знать и уметь все, что Христос заповедовал. Все не успеют, и вы все не успеете. Но как можно больше в этом суть? Мы должны их учить этим вещам. Вот, но про великое поручение все. Моя задача была просто показать, вот как оно выглядит, и призвать вас, дорогие служители, задаться вопросом. Вообще, великое поручение у нас гонгом таким звенит в церкви, или же оно просто имеется в виду, и мы думаем, что мы хорошо знаем вот эти стихи, и никак практически их не применяем. Процесс ученичества вообще отсутствует. Все это с высоты птичьего полета. Мы потом будем, наша камера будет приближаться непосредственно к этому ученичеству, мы будем рассматривать под увеличительным стеклом. Хорошо. А теперь давайте поговорим еще об одной вещи, о развитии направления, в котором движется церковь, и здесь я с вами поговорю сейчас о цели церкви. Цели церкви. Это очень важный момент. Почему он важен? Ну, потому что точно так же, как церкви не имеют понимания сути великого поручения, к большому моему сожалению, я это тоже говорю не просто потому, что я так решил, а потому что я задаю много вопросов пасторам, с которыми общаюсь, и я, по сути говоря, не слышал правильного ответа, в смысле библейского ответа на эту тему. Вот. Но еще интересная вещь, вот просто, опять же, я не хочу сейчас никого обидеть, никого унизить, абсолютно нет. Но я хочу сейчас, чтобы вы сами, знаете, себя оценивали перед Богом. Вот задайте вопрос, зачем существует ваша церковь? То есть, знаете ли вы, зачем она существует? Есть ли у вас конкретно выраженная, проговоренная цель? Наша церковь существует для того, что? Почему это важно, знать такую цель? То есть, я вам задал этот вопрос, я не прошу сказать мне эту цель, да, или сказать, у меня есть, там, поднять руку, у меня нет и так далее. Кто-то будет себя чувствовать здорово и гордо, а кто-то будет себя чувствовать второсортным гражданином. В этом абсолютно нет никакой цели. Я вопросы сдаю для вас, чтобы вы себе на них ответили, чтобы потом на ваш ответ, радостный или печальный, уже ложилась эта информация, и вы разбирались, что с ней делать. Потому что, по сути говоря, наша задача вот с вами сейчас увидеть, поскольку курс называется «Характеристики здоровой церкви», вот стандарт здорового тела, да, а от этого стандарта всегда есть отхождение. Это нормальная в плане естественная часть жизни, потому что все мы, знаете, чем-то больны. Что я имею в виду? Я, знаете, думал раньше, что есть такие здоровые люди, у меня есть там знакомая одна супружеская пара, и муж и жена, ну, просто такие, знаете, подкачанные, спортивные и все такое. А потом я с ним начал общаться глубже и ближе, оказалось, тут, значит, у мужа такой спортсмен весь из себя, просто красавец, там проблемы с сердцем, у жены там тоже с давлением. То есть, знаете, у всех чего-то есть, но это жизнь. Вот. И я, когда говорю вот о стандарте здорового организма церкви, понимаю, что мы с вами будем видеть какие-то нездоровые тенденции, и этого не надо пугаться в том смысле, что это не приговор, да, то есть это не судьба, это событие, да, то есть это не разговор о том, что судьба ваша теперь такая, вы вот всегда будете так жить. Нет, это событие, которое произошло, мы заболели, хорошо, мы приходим к врачу, к великому целителю Христу, мы берем его слово, мы просим его дать нам силы измениться в соответствии с его словом. Вопрос только в том, хотите ли вы изменяться. Если вы хотите жить с этой болезнью, пожалуйста, если вы не хотите, то, безусловно, знаете, есть возможности для того, чтобы свой организм перестроить на другой лад. И это все во Христе возможно, мы все можем в укрепляющем нас, Иисусе Христе. Вопрос в нашем решении. Не хотите – не будете, захотите – будете. Вот и все. Так вот, церкви не знают, зачем они существуют. Смешно, что церкви не знают, ну, например, скажем, каждый завод знает, зачем он существует, каждое производство знает, как выглядят конечные результаты их продукции. А церкви в большинстве о своем понятии не имеют об этом. Ну, хорошо, ваша церковь имеет или нет? Если вы об этом никогда не думали, или если вы думали, но забыли, или перестали это утверждать, наступило время это, как раз этот вопрос поднять и разобраться. Посмотрите, у вас написано под буквой А в вашем учебнике, в вашей распечатке, нам нужно четкое утверждение цели, чтобы знать. Вот сейчас мы посмотрим на несколько аспектов, которые нам покажут, для чего нам нужно четкое утверждение цели. Вот, я это не с Рика Уорренес писал, а интересно, что наоборот было очень интересно увидеть, когда у нас уже существовал этот курс, потом вышла эта книга «Целеустремленная церковь», и я подумал, надо же, вот совсем параллельными путями идем, похожими, да, в этом плане. Хорошо, нам нужно четкое утверждение цели для того, чтобы знать, во-первых, к чему мы стремимся. Зачем знать, к чему мы стремимся? Я вам сейчас объясню. Смотрите. Есть такая простая истина, простая формула, если хотите, аксиома, нет, аксиома лучше так назовем ее. Послушайте ее внимательно, можете даже и записать. Если целиться в никуда, всегда туда попадешь. Если целиться... Простите. Если целиться в никуда, ты всегда туда попадешь. Хочешь попасть в никуда, целься в никуда. И это, знаете, извините, это применимая истина во всех аспектах жизни. Ну, например, у меня есть три дочери. Я понимаю, что сейчас, когда старше исполнилось 20, средний скоро будет 19, и младший скоро будет 18. Они все погодки. Я понимаю, что возникает даже вопрос такой, знаете, ухаживания. Мои девчонки очень пропал куда-то. И, будучи помощниками вашему мужу, вы пойдете туда, куда он вас поведел. И я не знаю, что это не может быть, что это не может быть, что это не может быть, что это не может быть. И если он поведет вас в никуда, вопрос такой, вы хотите туда идти? То есть вы уже в вашем молодом возрасте, знающий ваше призвание от Господа, и мои дети это знают. Они на том уровне, опять же, не во всех деталях. Бог открывает это постепенно. Но они знают очень много о своем призвании, и поэтому изникает вопрос, ты хочешь пойти за мужчиной, который скажет, дорогая, а пойдем со мной никуда? Я говорю, сразу нет. Парень незрелый, не готов. Но это отдельный разговор, но я просто хочу показать, что вот в этом аспекте жизни знать, к чему ты стремишься, чрезвычайно важно. Иначе ты попадешь не туда, или попадешь именно туда, в никуда, и поведешь с собой кучу народу. Как минимум, твою семью, как максимум, целую церковь. То есть у людей часто бывает такое мнение, знаете, такое отношение. Да неважно, куда идти, земля-то круглая, в конечном итоге доберемся как-нибудь. И вот такое отношение у многих церквей, несмотря на то, что они не в плане, они так продумали и записали это, но они таким образом живут. Знаете, вот я живу в городе Выборге, и из Петербурга в Выборг есть несколько разных видов электричек. Интересно, что в Выборг есть много путей, но направление одно. И бывают разные даже пути, понимаете. Можно выбрать, скажем, электричку, которая идет час, час 15, 2.20, а есть электричка, которая идет через разные там села и деревни, и на ней можно ехать 4 часа 30 минут. Вот когда мы знаем цель, и мы знаем, что мы хотим прийти туда быстро, мы выбираем, зная правильное направление, мы выбираем уже и способы достижения этого направления. Но цель важно знать. Я знаю, что мне нужен выбор, и не через какой-то там Сестрорецк, а ехать прямо и быстро. Мне часа достаточно, я лучше на эту электричку сяду. Или поеду на машине. Моя сейчас сломана, поэтому я на электричке сейчас еду. Хорошо. Так вот, дорогие друзья, интересно, что Вы видите, тут у Вас нарисованы мишени. Дело в том, что я однажды видел очень смешную такую карикатуру. К сожалению, я не смог ее найти. Если Вы знаете американские комиксы из Кальвина и Хоббс, там такой тигренок и мальчик, ну не знаете, неважно. Ну, в общем, короче говоря, в этой серии карикатур, комиксов, было нарисовано следующее. Мальчик выходит во двор с луком и стрелами и начинает стрелять из лука совершенно, знаете, в неопределенных направлениях. И стрелы попадают куда угодно. Одна попадает в дерево, другая попадает в дверь, третья попадает в мусорный ящик, четвертая падает на землю и так далее и тому подобное. Потом мальчик берет кусочек мела, подходит к каждой из стрел, попавших туда или сюда и начинает вокруг вот того места, куда попала стрела, рисовать мишень многочисленный. И тигренок этому говорит, а зачем ты это делаешь? Он говорит, так я так всегда попадаю в яблочко. И вот подумайте, да, то есть практически то, что мы с вами делаем, мы часто начинаем палить куда угодно, а потом говорить, а, этого мы и хотели. То есть я на самом деле хотел не в Выборг приехать, а в Сестрорецк. Ну неважно, я вот сел не на ту электричку, но ничего страшного. Я же куда-то приехал, тоже населенный пункт. А я вообще в Сартовалу в Карелии выехал. Ну классно, я что, плохо что ли? Я, может, туда и хотел? Ну вот я буду туда теперь хотеть. И подумайте, это полный беспорядок. То есть мы должны с вами понять одну простую вещь. Вот посмотрите, здесь есть справа другая мишень, где три стрелы попали в яблочко. Они сюда хотели, они сюда попали. Так вот цель необходима нам для того, чтобы знать, к чему мы стремимся, дорогие друзья. То есть цель возникает тогда, когда есть видение, конечная картина желаемого результата или открытого Богом результата, тогда, когда достижение этого результата кажется невозможным. Оно и невозможно своими силами. Но видение, мы говорили в прошлый раз, мы и спрашиваем у Бога. Он нам открывает, и мы идем туда. Не просто, а давайте я этим займусь, давайте я этим займусь. К чему тебя Бог призвал? Почему ты думаешь, что Бог тебя тогда призвал? Какие стихи Он тебе открыл? Кто подтвердил это призвание? Сколько ты молился? Как Господь тебе через молитву открыл? Говори конкретно. Давай будем говорить предметно, конкретно, и не растекай с мыслью по требованию. То есть, когда у тебя есть цель четкая, ты знаешь, к чему ты стремишься. Ну и, соответственно, если ты знаешь, к чему ты стремишься, посмотрите на следующую вещь. Цель помогает тебе понять, смотрите дальше, что изменить, чтобы оставаться эффективными? Что изменить, чтобы оставаться эффективными? И здесь у меня есть в картинке яхт. То есть, мы видим здесь несколько яхт. Тут есть несколько вариантов. Яхт, вот самая левая, это называется, вот эта модель, это швербот детского международного класса, который называется таким очень, очень, я бы сказал, ироничным словом, оптимист. Это практически корыто с рулем и парусом. Ну вот я на таком корыте ходил в свое время, когда мне было 13 лет рядом, нарисована немножечко другая модель уже другого класса, это кадет. Там уже два человека, есть рулевой и шкотовой, кто-то отвечает за руль, кто-то за то, чтобы веревки тянуть. Но когда я впервые пришел в яхт-клуб, мне дали вот это корыто, которое нужно было там замазать эпоксидной смолой, приготовить его к плаванию. Я никогда в жизни на яхте не ходил. Наш тренер меня просто, знаете, боевое крещение было, меня вытащили вот на этом корыте, на самую середину Финского залива, ну там, где было все-таки более-менее безопасно, не в открытое море. Вот, и бросили. Я понятие, я не знал ни морских терминов, ничего. Вот бросили, и мне, значит, сказали такую вещь. Мне сказали, парень, вон, видишь, вот там вот этот причал, вот туда и давай, направляй свое движение. Я не знал как. Вокруг меня ездила моторная лодка, где сидел тренер, и он кричал непонятные слова, набери, травим, кого травить, тараканов каких-то. Я не знал только, что набери, это натяни шкот, да, веревку это подтяни, а трави это, значит, ну, в общем, короче, отпусти и так далее. Вот. Но я понял эту интересную вещь. Посмотрите, тут есть парус, да, внизу есть такая вот интересная перекладина, которая его держит. Называется она гик. И вот этот гик постоянно, знаете, от ветра ходит то туда, то сюда, и он мне все время гикал по голове. Нужно еще вовремя увернуться, потому что когда у меня гикнуло по голове, я понял, что я больше этого не хочу испытывать, потому что звездочки полетели. Я подумал, я должен сейчас быть очень внимательным. И я осознал такую интересную вещь. Мне нужно было прийти к конкретному причалу. И, ну, конечно же, по дури своей, я просто прямо к этому причалу и пошел. А никак, потому что ветер дует, и нужно было ловить ветер. Нужно было ловить ветер. И вот я тогда узнал впервые, что такое ходить галсами. Да, то есть такой ломаной линии, вот по такой интересной траектории, для того, чтобы поймать ветер, который в конечном итоге приведет меня в желаемой точке. Но посмотрите, это было так важно. То есть посмотрите, что изменить, чтобы оставаться эффективными. Цель-то у нас остается, а ветра-то по-разному дует. Меняется погода, меняется направление ветра, а нам все равно нужно плыть к тому берегу и к тому причалу. Меняется общество, меняется мышление, меняются методы. Но цель церкви остается. Вы понимаете, о чем я? То есть другими словами, так часто бывает, что если у нас нет цели, мы просто мотаемся к разным причалам, куда ветер подует. А нам нужно уметь, зная нашу цель, поймать тот ветер, который, не нарушая Божьих заповедей и Божьих установлений, приведет нас к Богом установленной цели. Но приходится менять методы. Принцип остается тот же. Помните, мы говорили в прошлый раз о принципе? Методы меняются. По-другому реагирует правительство, возникает закон Яровой, но мы продолжаем двигаться по направлению к указанной цели. Это так важно, потому что, подумайте, часто мы начинаем делать все, что мы делали раньше. Я помню, что раньше, в 90-е годы, было очень эффективно привозить иностранцев, проповедников. На них просто все шли. Это было реально привлекательно. Сейчас это неэффективно. Раньше было эффективно петь на улицах. Сейчас у нас в Выборге, когда начнешь петь на улицах, тебя бросают помидорами и всякой грязью. Это факт. Но нам нужно продолжать. Значит ли, что мы должны перестать благовествовать? Нет. Мы должны благовествовать эффективными методами. У нас цель-то та же осталась, несмотря на то, что время изменилось. Вы знаете, так интересно. Я могу вам сказать, я вообще в Выборге известен как такой, знаете, зануда страшный. Вы, может, даже, если кто-то общался с выборгскими пасторами, может, даже это слушали и слышали. Это такая репутация совершенно мной заслуженная. Я зануда. Но знаете, какая я зануда? Я вам расскажу. Теперь скажем, мне однажды говорят, «Мы хотим участвовать в палаточной евангелизации». Я говорю, «Ребята, какая цель? В смысле?» Нет, я говорю, «Хорошо. Расскажите, какая цель? Как мы это будем делать? Какая будет последующая работа? Давайте мы поговорим об этом. Я хочу участвовать». А мы об этом не думали, это мы не знаем. А кто будет проповедовать? А, иностранец там из Канады. Я говорю, «Ребята, это никому не надо сегодня. Зачем нам иностранец из Канады? У нас русских достаточно проповедников. И я, знаете, не такой там славянофил. Я просто понимаю, что есть вещи, которые не работают, но они не работают у нас в Выборге, по крайней мере, сейчас. И зачем нам это нужно? То есть, если к нам приезжают иностранцы, они, скорее всего, пускай учат нас, как руководителя, мы будем использовать полученные знания. Но у людей просто, знаете, вот мы в 90-е годы это делали, и я отказался. Я сказал, я не хочу тратить время свое и время своей церкви на всякую ерунду. Ты что, говоришь, что благовестие ерунда? Нет. Я говорю, то, что вы придумали, это ерунда. Я не буду в этом участвовать. А, Фурманов опять, как всегда. Ну, ладно, хорошо, ребят. Но я, у меня, вот, знаете, мне 53 года. У меня вот, вот столько мне осталось на этой земле. У меня нет времени тратить на всякую ерунду. Ну, нет. Простите. Вот. Это очень важно. То есть, нам нужно менять методы, но цель остается та же. И нам нужно помнить о ней постоянно. Хорошо. Давайте посмотрим еще на одну интересную вещь. Посмотрите. Цель помогает нам понять, что то, к чему мы стремимся, правильно. Цель помогает нам понять, что то, к чему мы стремимся, на самом деле, правильно. То есть, цель мы оцениваем с точки зрения Писания. То есть, что в Писании написано. Что Бог сказал в своем слове. Вот это и будет наша цель. А не то, что мы себе сами придумали. И если у нас есть цель, вопрос такой, откуда вы ее взяли? Посмотрите, так интересно, потому что часто можно подумать, вот, на некоторой церковь поглядев, что цель — развлекать людей, помогать им хорошего, достигать хорошего финансового благосостояния и так далее и тому подобное. Хорошего здоровья. Дорогие друзья, плохо ли иметь хорошее здоровье? Нет. Плохо ли достигать хорошего финансового благосостояния? Нет. Это часть жизни. Но какая цель церкви? Делать учеников. Воспитывать учеников. И речь идет не о том, что плохо, а что хорошо. Но смотрите, если есть молокозавод, он не выпускает сапоги. Почему? А что плохо выпускает сапоги? Да нет, неплохо. Просто он молокозавод. Если молокозавод будет пытаться выпускать сапоги, это будет полная ерунда. Однажды после богослужения ко мне пришли верующие тетеньки, которые отсидели богослужение очень терпеливо, и они были верующие на самом деле. Они пришли, и по окончании богослужения сказали, здравствуйте, пастор Андрей, мы представляем фирму Amway, и мы хотели бы задать вам вопрос, можно ли нам приходить, и учитывая, что у вас такое большое количество в церкви, приходить по окончании богослужения, распространяет свою продукцию, потому что вот она очень хорошая, я говорю, нет. А они говорят, почему? Я назвал им цель нашей церкви, говорю, вы знаете, в нашу цель не входит, не надо путать Божьей Дарси яичницей, да, то есть, ага, вы хотите сказать, что то, что мы делаем, это не надо, вы не хотите доброго здоровья вашим прихожанам? Хочу. Я хочу, чтобы мои прихожане могли пойти и купить мясо, но я не продаю его в церкви. Да. Почему? Потому что в мясном магазине оно продается. То есть, мы в церкви, вот наша задача. Спасибо, дорогие друзья, вы можете распространять ваш МВ там, где вы хотите, у вас есть, может быть, офис, вы можете за пределами церкви дать объявление, могут прихожане прийти и купить вашу продукцию, это хорошая продукция, кстати. Вот, но я не буду говорить вообще о сетевых маркетингах, это другой разговор совершенно, но, пожалуйста, если человек хочет купить продукцию МВ, она качественная и хорошая, спасибо, наша цель церкви другая. У меня были всякие люди, которые приходили, давайте устроим здесь танцы, давайте устроим здесь это, давайте устроим здесь то. И цель была такая, какая? Развлечь людей. Говорят, так у нас нет цели развлечь людей. То есть, люди могут развлекаться, но это не наша цель. Вот у нас есть конкретная цель, которую Бог нам написал, которую Бог нам открыл. И, кстати, посмотрите, это приводит нас к следующему моменту, посмотрите, у вас есть такая небольшая схема, чего делать и чего не делать. Вот посмотрите, я всегда это называю волшебной коробочкой. Посмотрите, Видите, здесь вот есть такой прямоугольничек, внутри которого написано волшебное слово «делай». Вот этот прямоугольничек непосредственно собой выражает то, к чему вы конкретно призваны. Вот ваша церковь, вы как пастор, делай, делай вот эти вещи, хорошо. То есть это те вещи, к которым вы призваны, они находятся внутри прямоугольника. А за пределами прямоугольника написано словосочетание «не делай» со всех четырех сторон. То есть за пределами четырехугольника находятся вещи, которые вы не призваны делать. И отметьте себе такую вещь. Это не значит, что эти вещи плохие. То есть те вещи, которые находятся за пределами вашей коробочки, это не значит, что они плохие. И может быть даже эти вещи очень близки, пограничны с теми вещами, которые вы делаете, но они все равно за пределами коробочки. Я вам объясню, например, ситуацию. Я уже вам говорил, что я был переводчиком и очень много работал переводчиком в начале 90-х годов, когда еще христианских переводчиков, ну, вообще днем с огнем был не сыскать. В общем-то, меня тогда брали во всякие крупные организации. Я и Джошу Макдаула переводил, и Билла Брайта переводил. И однажды должен был переводить Билли Крема. И я знаю, что Бог меня призвал к совершенно конкретным вещам в тот момент. Я должен был быть в другом месте, не в Москве, а в 92-м году. Не буду рассказывать всех подробностей, но я просто сказал, вы знаете, я не могу. И мои родители были в обмороке. Они говорят, ты знаешь, что ты Билли Крема? Я не знаю. Но в смысле, а я Андрей Фурманов, и у меня есть свое призвание, у Билли Крема есть свое призвание. И я благословляю то, что он делает. Я в восторге от его служения. Просто есть какой-то другой переводчик, который сейчас будет этим заниматься, потому что меня Бог призвал к пастерству. То есть я оставил работу переводчика. Я помогал, скажем, Джошу Макдаллу просто по близким нашим отношениям, очень доброй дружбе. Когда он приезжал и говорил, Андрей, вот моя жена сказала, если не ты, не будет она выступать. Я говорю, ну ладно, иду тогда. То есть это были дружеские наши взаимоотношения. Я очень люблю эту семью, и мы с ними очень хорошо общаемся. Вот, я говорю, хорошо, я приеду и проведу с вами время. И в Москве был с ними, и в Питере. Но это было так, исключительно, знаете, вот, опять же, как друзья могут друг другу помочь. Вот, но я не переводчик, я пастор, меня Бог призвал к этому. Понимаете, и у меня была тоже одна очень интересная ситуация, когда мне буквально позвонили люди из организации «Ники Круз», это было в 90-е годы, вот, и сказали, нам нужно, мы знаем, что ты христианский переводчик, нам нужно срочно, значит, через две недели, чтобы в такое-то время, вот, «Ники Круз» приезжает в Петербург, вот, и нам нужно, чтобы ты его переводил. Я говорю, а я не могу. Они сказали, в смысле, ты не можешь? Я говорю, так я занят, у меня есть планы, у меня есть люди, которые от них зависят. А ты знаешь, какой «Ники Круз»? Я говорю, знаю, и «Крест и нож» читал, я в курсе, да. А они говорят, и ты что, хочешь помешать Божьему служению? Я говорю, нет, я хочу выполнять свое призвание. Мне тогда сказали, подожди, но ведь ты понимаешь, что если ты не будешь переводить, тогда все там развалится. Я сказал, ребята, то есть, если вы не умеете планировать, и за две недели до выступления «Ники Круза», вы не нашли переводчика, не надо, пожалуйста, с больной головой на здоровую полить-то. Если вы так плохо организовываете ваши действия, то есть «Ники Круз» должен быть недоволен тем, что вы делаете в этой стране. Безобразие. Потому что две недели до выступления, вы еще не знаете, вот, миссия «Волга» организовывалась или миссия «Ленинград». За три-четыре месяца меня попросили переводить, а миссия «Волга» за год. Подготовка была, простите. И я знал, тогда освободил это. Тогда я еще не имел непосредственно той фокусировки, того призвания, которое я потом осознал очень четко. Но теперь я это знаю. Ты что, не знаешь «Ники Круз»? Да знаю я «Ники Круз». Но я Андрей Фурманов, я не великий и ужасный, не самый умный, не самый главный. Просто у меня есть мое призвание, Бог меня призвал. И я знаю, что... Самое интересное, потом я тоже перестал работать в миссии «Сибирь» и так далее. Нужно было каждые два месяца куда-то ездить. Я не могу оставлять свою церковь. Тем более она была в таком состоянии тогда, что я просто не мог ее оставлять. Я не буду это делать. Не потому, что я не люблю или не благословляю, потому что это служение плохое. Так найдутся другие люди. И ведь нашлись. Есть другие переводчики. Хорошие ребята, умные парни, прекрасно знающие язык, чудесно переводящие. Просто у меня есть призвание, дорогие друзья. И я буду делать то, что в этом призвании. Если я буду разбрасываться вообще везде, то я буду нигде. И я часто встречаюсь с пасторами, которые, знаете, опять же, теперь скажем, поехать на конференцию. А давайте на эту, на ту. Ребята, у меня есть куча возможностей, но я отказываюсь от многих из них по той простой причине, что это не входит вообще в мою цель. Вот цель моей жизни и не совпадает с той целью, которую Бог поставил для моей церкви. Это мои приоритеты, дорогие друзья. Но вы знаете, когда я осознал цель, мне стало просто говорить «нет». До того, как я осознал цель, меня просто, знаете, на чувство вины брали запас. Это было ужасно совершенно. Опять же, есть такие ситуации, когда, например, скажем, ко мне обращаются люди немножко на таком другом уровне и говорят «слушайте, а давайте мы соберемся церквями все вместе, нашими служениями прославления». Я говорю «интересно, а зачем?» «Да так просто поиграть вместе». Я говорю «нет». «Почему?» Я говорю «так а зачем нам просто вместе поиграть?» В смысле, должна быть цель какая-то. То есть цель Божья, духовная цель. Да, то есть хорошо, может быть, мы хотим вместе сыграться для того, чтобы что? Но подумайте, в цели церкви вообще нигде нет просто вместе поиграть. То есть просто поиграть – это инструмент для чего-то, а просто развлекаться и бренькать на гитаре. «Ну, ребят, ну идите в клуб, в Дом культуры, там играйте тогда. Но соберитесь дома со своими друзьями, бренькайте». Ну зачем? У нас нет времени на это, понимаете? Это очень важно. У нас слишком мало времени, чтобы тратить его попуску. И поскольку все должно делаться согласно описанию, согласно призванию, то этот вопрос очень важно себе задавать. Может быть, я слишком резок, дорогие друзья, но реально верю в то, о чем я говорю. И я прекрасно понимаю, что когда Христос пришел на землю, у него конкретно была цель. Он пришел сначала к погибшим овцам дома Израилева, и он это делал. Он ходил туда, и он, опять же, были моменты, когда он делал исключение по определенной причине. У него тоже была цель. Почему он пошел через Самарию в четвертой главе Евангелия Теана? Почему он поговорил с самарянкой? Он там, понимаете, выполнял свою цель, в результате которого возник какой-то потрясающий евангелизм, когда самарянка пошла и всем это рассказала. И у Христа была цель, какая большая цель, да? Все народы абсолютно научить. И самаряне, язычники, должны были прийти к нему. У него была цель. Он не действовал просто так. А пойду я вот просто... Случилось ему проходить в Самарию, да, дорогие друзья, да не просто так он туда пошел. Он знал, куда он пошел. Он пошел туда с целью, потому что в Самарию не ходили обычно. Он намеренно пошел туда, потому что у него был план. Ну, то есть, Бог все делает планомерно и с целью. Я не собираюсь тратить свое время просто так. Хорошо. Ну, мы поговорили о том, что цель — это полезная вещь. Она всегда помогает сделать правильные вещи или не делать неправильные вещи. Но интересно, из чего она должна состоять, эта цель? Хорошо. Посмотрите. В цель церкви непримерно должно входить упоренение в библейском вероучении. Потому что Ефесянам 4 глава 14 стих говорит нам, что мы не должны быть младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Указство человека по хитрому искусству обольщения. И, простите, послание к Ефесянам, которое как раз говорит об этой тайне церкви, о том, как вообще она возникла. Это потрясающе совершенно послание. То есть, оно нам показывает, что церковь должна людей утверждать библейским вероучением. То есть, нам необходимо это знать. То есть, там это должно присутствовать. Хорошо. Вторая вещь — прославление Бога. Ну, то есть, церковь ради этого находится на земле, и прославлять Бога можно разными способами. Через принесение плода, как написано в Евангелии от Иоанна в 15 главе в 8 стихе, тем прославится Отец мой, если принесете много плода. Мы прекрасно так же понимаем, если мы хотим приносить плод, мы должны быть привязаны к лозе. Ветвь сама плод не производит. Плод производит лоза непосредственно. Ветвь должна быть привязана к лозе и питаться от нее этим живительным жизненным соком. Мы должны быть привязаны к Христу, который произведет плод через нас. Кстати, это отдельный разговор, но подумайте, часто люди говорят, я работаю над любовью в своей жизни. Я говорю, расслабься, ты не сможешь. То есть, надо не над любовью работать, потому что плод духа производится духом, а не твоими усилиями. Твоя задача — быть приращенным в лозе и держаться крепко за нее, и пить этот живительный сок, и ты увидишь плод на этой ветке. Хорошо. То есть, через добрые дела Матфея 5 глава 16 стих так досветит ваш свет перед людьми, чтобы эти люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. То есть, когда вы будете делать добрые дела, не ради добрых дел, а ради того, чтобы Отцу была создана слава. Будете делать то, что Бог вас призвал делать, так, как Он вас призвал делать, и Бог будет прославлен через любовь и единство, как написано в послании к Кремлянам в 15 главе 5-6 стихах, что Бог терпения и утешения дарует нам быть в единомыслии между собой по учению Иисуса Христа, чтобы мы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. И по любви все узнают, что мы ученики Бога, как написано в Евангелии Теана в 13 главе 35 стихе. То есть, это очень важные моменты. То есть, подумайте, мы находимся в единомыслии, это очень важно быть в единомыслии. Кстати, интересно для тех, кто не знает, единомыслие и единообразие — это разные вещи. Что я имею в виду? Я имею в виду, когда мы посмотрим на симфонический оркестр, что меня все время поражает, когда я слушаю музыку Бетховена или Чайковского, и ты слушаешься в звучании каждого инструмента, там может быть 64-инструментный оркестр. И каждый инструмент или каждая группа инструментов играет свою уникальную партию. Эти партии совершенно разные. И инструменты разные, и звучание этих партий разное. Но что общая цель в результате вот этих разнообразных инструментов, которые играют от разных абсолютно партий, которые, когда вы слышите, как они разыгрываются перед концертом, это какафония получается какая-то. Но когда при взмахе дирижера все эти инструменты начинают играть в нужное время, в нужном месте, то, что они должны играть, получается грандиозная музыка. И это не лишает каждого инструмента индивидуальности. То есть единообразие, если бы все были скрипками или все были фортепиано. Но на мысли говорят о том, что есть разные инструменты, мы играем единое музыкальное произведение. И это приносит Богу славу, когда мы говорим, обалдеть, как удивительно, в каком единстве эти люди выполняют Божие призвание. То есть мы прославляем Бога через благоговейное отношение к Нему. Псалом 21-24 стих говорит, боящаяся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославь Его, да благоговеет перед Ним вся земля, все семя Израиля. То есть мы прославляем Его через наш Божий страх, через хвалу, через благоговение перед Ним. Мы показываем миру отношение, показываем Божий страх. И цель также должна отражать и особые характеристики церкви. Например, евангелизм. Это та вещь, которую церковь характеризует. Она должна там быть. Вы помните деяние 2 главу Петр с 14 по 36 стих проповедует и рассказывает о Христе, в результате которого люди присоединяются к тем верующим, которых было тогда еще немного. И 3000 народу приняли в Христа в тот момент. Евангелизм — это часть нашей жизни, которая должна всегда нас характеризовать. Я сегодня говорил о том, что на него слишком много внимания уделяют. По сравнению с ученичеством, евангелизм мы не выбрасываем. Это характеристика церкви. И мы видим с вами, что это очень важно. Почитайте внимательно. Опять же, и вот это место, и результат с 37 по 41 стих, когда люди были глубоко тронуты, покаялись, крестились, и присоединилась в тот день душ около 3000. То есть вот такое, как народы, это должно характеризовать церковь, она должна благовестить. Но интересно, помимо благовестия, есть еще ученичество, есть еще такая вещь, как жизнь, тело. Вот когда люди присоединяются, что люди делают? Мне нравится с 42 по 47 стих в той же второй главе Деяний. Они постоянно пребывали, постоянно, то есть это то, что их характеризовало, во-первых, в учении апостолов, то есть они были в учении, в общении. И, кстати, общение, это не просто, ребятки, давайте потусим. В плане общения, койнония, это от слова «общее». Что у нас общее? Подумайте, вот если вы подумаете даже о тех людях, с которыми вы очень близки во Христе, уберите минус Христос, и там мало общего останется. Скажем, кто-то любит классику, кто-то любит поп-музыку, кто-то любит фильмы одного толпа, кто-то другого, кто-то любит отдыхать там на рыбалке, кто-то терпеть этого не может. То есть у нас очень мало общего, по сути говоря. Общение, койнония, это общность во Христе. То есть все эти вещи становятся неважными. Важна именно наша общность во Христе. Пребывать в общении, пребывать во Христе вместе. И, конечно же, да, мы можем вместе и чай попить, и на рыбалку сходить, и фильм посмотреть, и книгу почитать, и поделиться нашими эмоциями по этому поводу, и музыку послушать. Но это не то, что нас объединяет. Они пребывали в общении, во Христе, надо это прекрасно понять. А все остальные вещи могут быть инструментами для каких-то благовестнических аспектов и так далее. Они были в общении, они были в хлебопреломлении. То есть они совершали причастие. Это тоже очень важная вещь. Это Божье установление. Да, причастие непосредственно говорит не просто о том, что я когда-то присоединился к церкви, а потому что я продолжаю пребывать в теле Христа. И таким образом я даю свидетельство и самому себе, напоминая себя о жертве Иисуса Христа. И смерть Господню возвещаю доколе. Он придет тем, кто находится вокруг. Верующим людям, к которым я говорю, вы на меня можете по-прежнему рассчитывать. Неверующим, к которым я говорю, а почему вы еще не присоединились? Подумайте об этом. И Богу Господь, я благодарен Тебе, я пребываю сейчас в Тебе, я продолжаю хождение в Тебе. Через крещение я утвердил свою принадлежность Тебе изначально, через причастие продолжения моего пути в Тебе. То есть это очень важно. И то, что люди делали, напоминая себе регулярно о смысле жертвы Христа в прошлом, до смерти Господню возвещаете, и важность ее в будущем, доколе он придет. То есть, собственно говоря, до самого второго пришествия мы должны это продолжать утверждать. Да, и молитва, безусловно. То есть мы постоянно молимся, то есть мы вместе смотрим на то, что есть Божья воля, и соглашаемся на всяком месте спросить о том, что Бог нам сказал. То есть мы друг друга поощряем к тому, чтобы молиться по Божьей воле. Мы находимся в совместной молитвенной подотчетности. Это то, что они делали. Ну и потом, безусловно, взаимоотношения с неспасенными, численный рост. То есть мы должны неспасенных приводить к Богу. Тот же 47 стих 2 главы Деяний говорит, Бог постоянно прибавлял спасаемых в церкви. То есть Бог отвечает за численный рост в церкви, но мы должны знать, что это наша цель, мы ее выполняем не своими силами, мы должны жить во Христе и делать то, что Он сказал, выполняя Его наставления. Он обо всем остальном позаботится. То есть мы благовествуем, Он прибавляет. Это важно понять, безусловно. То есть вот такая важная вещь. Библейское учение, библейское общение, библейское единство, библейская молитва и, соответственно, библейское хлебопреломление. Хорошо, дорогие друзья. Так вот нам необходимо цель-то написать. И вопрос у меня к вам такой. Вы знаете цель церкви? Ваши прихожане знают цель вашей церкви? Или вы делаете таким образом? Я что-то такое делаю и пускай это и будет целью. Ну, построить дом, например. Не знаю, зачем, но для чего-нибудь построить. Как-нибудь что-нибудь сделаем в этом доме. Или купим автомобиль. Ну, давайте деньги соберем. А зачем? А Бог призывал. А что Он сказал? Какая разница? Ну, вот деньги есть. Купим автомобиль, например. Купим новый инструмент, например. Ну, например, съездим на конференцию. А зачем? В смысле, это для чего тебе надо? Что ты получишь там? Как ты это используешь как инструмент для того, чтобы в твоей церкви ты выполнял Божие призвание? Ну, не знаю, конференция же христианская. Почему не съездить? Ну, и так мы становимся просто профессиональными посетителями всевозможных конференций, совершенно не вкладывая в людей в своей церкви. А вот иностранцы приезжают, хотят выступить на кафедре. А ты знаешь вообще, какое у них богословие? Нет, ну, пускай выступят. А ты уверен, что они будут говорить слово и учение нести такое, которое ты провозглашал из кафедры? Ну, неважно. Они приедут, денег дадут, уедут потом. И, может, не вернутся ни как догон, чтобы деньги оставили, гуманитарку привезли. В смысле, у тебя цель такая? Или это просто вот так оно получилось? Понимаете, о чем речь? То есть цель должна быть. Она должна быть написана. Она должна быть четкой. Она должна быть понятной. Какой должна быть цель? Четкой, понятной. Старым людям, которые давно у вас находятся, ее важно напоминать. И новым людям, которые пришли. Она должна быть достаточно краткой. То есть она может быть распространенной, но это не послание Павла. Она должна быть запоминаемой, чтобы каждый человек в церкви мог знать, вот зачем наша церковь существует. Наш молокозавод производит молоко, там, счастливый, веселый молочник и так далее. Ну, хорошо. Вот она должна быть четкой, понятной, краткой и запоминаемой. А что она делает? Да подумайте, она демонстрирует как минимум открытость церкви. Потому что часто люди приходят в церковь и думают, ну, конечно, да, ага, я знаю, что церковь в церковью, но что-то у них там какая-то скрытая повестка дня. У нас нет скрытой повестки дня. Мы в нашей церкви делаем вот то-то и то-то, и вот зачем. И мы вам сразу говорим о том, что наша церковь до этого существует. Вы хотите продавать Amway в нашей церкви? Ребята, мы вот намерены, бизнес на богослужениях мы не делаем. У нас есть бизнесмены в церкви. Они велосипеды продают, например. Кто-то продает специи. В смысле, окей, молодцы. Но это их личная цель. Мы им благословляем это. Я хожу и покупаю, я благословляю их своими делами, деньгами. Но это не в церкви делается. Мы открыто говорим, мы не для этого. А вот для чего мы говорим. Мы говорим четко о том, чего мы хотим достигнуть. И вы пришли к нам в церковь, и вы будете знать, чего мы хотим сделать в вашей жизни. Если вам это не нравится, вы, в принципе, можете сразу развернуться и уйти. Хорошо. Церковь напоминает членам церкви о необходимости двигаться в этом направлении. То есть давайте посмотрим. Может, мы уже уехали куда-то вообще в противоположном направлении, или куда-то сдали вправо или влево, а нам-то нужно прямо. Давайте себя еще раз оценим с точки зрения нашего направления. Ну и это обеспечивает подотчетность. Потому что я, как пастор, говорил о цели церкви. Мы, как руководители, об этом говорили. И любой прихожанин может сказать, пастор, а что-то я не вижу, чтобы мы туда двигались. Это хорошо, когда любой прихожанин может вообще, как говорится, держать меня в ответе за слова, которые я имел неосторожность или смелость сказать. Так вот, я скажу вам так. У нас в нашей церкви, в церкви, в христианской церкви города Выборга, есть распространенное утверждение цели и его краткая формулировка. Я вам сейчас покажу. Вот все эти вещи там выражены. Смотрите. Когда люди приходят к нам в церковь, мы говорим, цель христианской церкви города Выборга какая там? Смотрите. Совместно восхвалять и прославлять Бога, возрастать в Его любви и делиться благословениями с другими, готовить верных учеников на дело служения в Выборге, России и во всем мире. Это широкое распространенное утверждение цели. Еще раз. Совместно восхвалять и прославлять Бога, возрастать в Его любви и делиться благословениями с другими, готовить верных учеников на дело служения в Выборге, России и во всем мире. А краткая формулировка той же самой цели такова. Это такова. Познать Христа во всей полноте и помочь другим сделать тоже. Но вопрос возникает у людей часто, предваряя его, я вам сразу на него отвечу. Ну хорошо, а чем она так оригинальна? Не у всех ли церквей такая цель? Возвращаясь к иллюстрации с молокозаводом. Не у всех ли молокозаводов цель производить молоко? Но эту цель важно сказать. Потому что у этого завода есть определенного рода особенности, например. У нашей церкви важна совместность. Мы это делаем совместно, восхваляем и пославляем Бога. Это очень важно. И важно то, что мы начинаем от той исходной точки, которая называется Выборг. Это не Пушкин, это Выборг. Выборги в России и во всем мире. Кстати, один брат тоже говорил недавно, с чем я совершенно согласен. То есть церковь не должна ограничиваться каким-то одним населенным пунктом. И вы знаете, мы написали Выборг, Россия и весь мир. Почему? Потому что Бог сказал, научите все народы. Он не сказал Выборг. Но у нас есть выбор, потому что это наш Иерусалим. Это то место, где мы живем. И при всем при том, что я согласен, что нужно всегда идти туда, куда мы идем, и посылать наших людей до края земли. Потому что, знаете, если мы ограничимся Выборгом, мы не достигнем одной улицы. Если мы ограничимся страной, мы не достигнем одного города. Нам нужно идти во весь мир. Мы должны это проговорить. Мы должны это утвердить. Почему у нас так в цели написано. Однако я также прекрасно понимаю, что рано для некоторых церквей бывает посылать весь мир людей. Ну, то есть, смотрите, если ребенок у тебя, если у тебя в семье 14-летние дети. Вот, например, у нас наша средняя дочь музыка. Она играет на многих музыкальных инструментах. Ее пианино профилирующий инструмент. Но арфа ее второй инструмент. Она вообще такой человек, который может взять буквально любую доску и начать на ней играть. Это получается невероятно здорово. Ну, то есть, вот у нас все дети музыкальные, но вот средние у нас очень музыкальные, скажем так, с абсолютным слухом и прочее. И прославляет Христа всем этим, что важно. Не себя абсолютно. И интересно, что когда, например, мы детей воспитывали дома, на домашнем учении они у нас все были, цель наша была именно вкладывать в них духовные истины, а не отправлять их туда, где им будут впихивать атеистические всякие взгляды. Вот. Нашей целью было не держать их дома постоянно, а выпустить их в мир. Но интересно, что, подумайте, когда вот нашей средней дочери было 14 лет, вся наша музыкальная богема города Выборга просто достала нас звонками и возмущенными звонками, потому что она могла уехать в город Петербург и учиться в училище Римского-Корска после 9 класса. На что моя дочь сказала сама, она сказала, мне нужно наставление отца, я не готова встретиться с Питером сейчас, мне нужно знать Писание и мне нужен духовный вклад, я не поеду. Когда мне звонили люди и говорили, вы лишаете дочь будущего, я говорю, в смысле, как я лишаю будущего? Она учится, 10-11 класс заканчивает, готовится к поступлению, осваивает новые музыкальные инструменты, продолжает испытывать благословение родительского вклада в ее жизнь. Вы что, ребенка изолируете? Мы не изолируем, мы ее готовим для того, чтобы отправить ее туда. И интересно, на самом деле, в результате она заканчивает 11 класс, получает диплом, идет и поступает в Римского-Корсакова, у нее нету общеобразовательных предметов вообще, все остальные парятся, математику, русский, географию изучают, у нее вообще нет никаких общеобразовательных предметов, кроме английского, который для нее родной. И она занимается музыкой, тем, к чему Бог ее призвал, и она имеет вот это наставление, способность твердо стоять на фундаменте Христа, я вообще за нее не боюсь, ни в отношениях с молодыми людьми, ни в отношениях с миром вообще. Потому что я знаю, что она заточенная стрела, направленная в тьму этого мира. И я благословляю ее жизнь в Петербурге, она достаточно самостоятельный, зрелый человек. И подумайте, о чем я, почему я об этом говорю? Если бы мы отправили ее в весь мир в 14 лет, она бы не удержала. И у нас реально за время ее пребывания в доме возникли ситуации, которые нам нужно было разбирать на основании Писания и снаряжать ребенка для того, чтобы она отправилась в Питер. Интересно, целью ее не является учеба, целью ее является благовестие и выполнение великого поручения. Она находится в Питере по той простой причине, что это является частью той стратегии, которая приведет ее в нужное место, в нужное время. То есть это навык, который ей необходим. Понимаете, о чем я говорю? То есть надо идти в весь мир, но если ваша церковь слабенькая, и там еще младенцы во Христе, младенцев, простите, из пеленок не посылают на завод. То есть нужно подготовить учеников для того, чтобы они были в состоянии работать во всем мире. Для этого есть нужное время. И поэтому я могу сказать, что да, в нашей цели есть тот самый выбор, в котором мы как раз и готовим этих учеников. С целью послать их дальше и дойти до края земли. Вот. И я могу сказать такую вещь. То есть важно начать, важно действовать, важно не идти в бой без всеоружия, но важно иметь цели в соответствии с теми целями, которые ставит нам Бог. Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами посмотрели на великое поручение и увидели, каким образом великое поручение выглядит, и что оно в себя включает. И, может быть, для кого-то были какие-то новые вещи. Новые не в плане, что вы никогда его не читали, но новые ударения, акценты, которые были расставлены. Также мы с вами сегодня, посмотрев на церковь с высоты птичьего полета, поняли, что в любой церкви должна быть цель, и люди должны знать, зачем церковь существует. Вы должны знать это, вы должны рассказать это людям, и вы сможете таким образом планировать свое служение не распространенно, непонятно куда, не во всех четырех направлениях одновременно, а туда, куда Бог вас послал, призвал, и это сделает ваше служение эффективным. И, знаете, это будет как лазер, который имеет вот этот точечный направленный удар, который может пронзать самые, что ни на есть, твердые субстанции. А если при отсутствии цели у вас будет просто вот этот вот рассеянный свет, который даже не даст вам возможности книжку читать при таком рассеянии. Вот это вы узнали, и вашим домашним заданием будет как раз подумать о вашей цели. И, опять же, учитывая контекст наших встреч, что это не лично делается и все такое, вряд ли я смогу проверять эти домашние задания. Но целью моей не является проверка домашних заданий, целью моей является призвать вас задуматься. И я понимаю также, что целью моей не является повысить уровень ваших знаний, но призвать вас к изменению вашей жизни, для чего Библия ей нужна непосредственно. Мы читаем не для того, чтобы быть умнее, а для того, чтобы быть мудрее. А мудрость — это правильное применение полученных знаний. И если вы их получили, задайте вопрос, что я буду с этим делать. Вот на этом наше второе занятие закончено. У меня еще есть несколько минут для того, чтобы ответить на вопросы, если эти вопросы, как я вам уже говорил, не будут отвечаться в дальнейших уроках, которые планируются. Пожалуйста, есть ли какие-то вопросы, задавайте их. Слава, пожалуйста. Андрей, а вот несколько слов можно было бы еще? Может быть, я как-то не понял, вот последний под пунктом 3 обеспечивает подотчетность. Вот эта вот тема. Подотчетность, да, безусловно, то, о чем я как раз говорил. Вот у меня есть подотчетность, то есть, другими словами, что такое подотчетность? Подотчетность — это не контроль. Часто люди воспринимают слово подотчетность как контроль над кем-то. Подотчетность — это открытость. Я всегда людям говорю, что когда я подотчетен, это значит, я открыт для наставления людей. Я понимаю, что будучи пастором, знаете-ка, я всегда говорю, пастор — это не король в церкви, а это один из членов церкви, выполняющий свое служение. И поэтому я нахожусь открытым перед членами церкви, перед любым человеком, который является ее частью, с любым уровнем духовной зрелости, он всегда мне может дать вопрос и сказать, пастор, вот вы говорите, что вы ведете нас в этом направлении, я сейчас этого не вижу. Объясните, пожалуйста, почему? Что у вас вообще в голове, что у вас в сердце, что вам Бог по этому поводу открывает? Почему изменились наши направления? Почему мы используем такие методы? То есть, собственно говоря, любой абсолютно человек может мне эти вопросы задать. И я всегда открыт для этих вещей. И цель, которая у нас есть, обеспечивает эту подотчетность, потому что, опять же, люди вот именно задают мне вопросы в соответствии с тем, что я до них донес. И, опять же, если нету цели, то, в общем-то, и спрашивать нечего. То есть, что вы делаете? Да иду куда? Идется. А тут, простите, нет, ты уже сообщил о том, куда ты идешь, а мы что-то этого не видим. Либо они не понимают, либо я реально от курса отклонился. Бывали разные вещи. Потому что, ну да, знаете, жизнь как маятник, она вот так вот качается, и моменты равновесия, баланса, они очень редки, как в вопросе, отчаяния маятника, вот этот вопрос, его нахождение вот в ровном балансе, он очень короткий, а потом какие-то сложности возникают. Хорошо, я понял, спасибо. Это подотчетность подразумевается перед церковью. Да, конечно. А что касается цели, а возможен ли вариант такой, что, ну, прошло время, человек, ну, служитель, там, духовно повзрослел, цель может измениться? Дело в том, что здесь очень важная вещь. Дело в том, что мы как раз и говорим о цели, которая библейская, которую Бог поставил для церкви. И здесь есть три разные аспекта. Посмотрите, просто важно понять вот что. Есть цель, есть видение и есть стратегия. Смотрите. То есть видение, мы понимаем, это конечный результат, который Бог нам открыл, мы его увидели, да, даже тогда, когда еще мы не знаем, когда тут дойти. Это то, зачем мы тут дойдем. Ну, например, да, если, например, я увидел, в смысле, увидел, я не вижу их, и я понимаю, что там есть американские горки, там интересные развлечения. Вот, я вижу, я представляю себя катающимся со своей семьей на этих горках и проводящий очень хорошее время. Ну, наверное, на Диснейленде. Вот, при этом вопрос такой, зачем? Да, то есть, ну, зачем мы туда поедем? Для того, чтобы хорошо провести время с семьей и построить какие-то совместные воспоминания на будущее. И, в общем-то, вот, опять же, глубокие всякие разговоры и близкое общение возникает спонтанное во время запланированного времени, долго запланированного времени вместе. И мы туда поедем. А дальше, когда тут добраться? Хорошо, но сначала мне нужно до этой реки доехать на машине. То есть, понимаете, это уже стратегия, да? То есть, это способ, как я туда приду. И вот то, что мы говорим, цели могут меняться. Например, скажем, да, я добрался на машине до этой речки, а теперь что тут? Паром мне нужно взять или лодку арендовать или что? Или тут есть какое-то подземное метро. Да, то есть, другими словами, вот эти вещи, они могут меняться. То есть, в процессе достижения цели есть функциональные цели и задачи, которые разбивают этот большой отрезок на количество определенных маленьких отрезков. Ну, как вот хождение галцами. То есть, сначала мне нужно идти до этой точки, там мы обновим уже, да, вот эту функциональную цель, небольшую. То есть, наша большая цель остается всегда великое поручение. А функционально, опять же, мы, имея вот специфику, да, в нашем городе такая, в вашем городе другая. Поэтому здесь методологии различаться будут. И поэтому, конечно же, вот эти вот функциональные цели и задачи, о которых мы будем говорить в одном из уроков в будущем, то есть, они, конечно, будут меняться в связи вот с изменениями обстановки. Вот, но цель Божья большая, она в великое поручение, она не изменится никогда. Хорошо, спасибо, спасибо, понятно. Там кто-то что-то писал, но я не уловил, надо лучше устно задайте. Вот. Ну, ладно, тогда, дорогие братья, вот, наверное, на этом мы закончим. Через неделю еще будем смотреть на интересные вещи. Если есть какие-то вопросы, присылайте их тогда в персональных сообщениях. Вячеслав, можно вас попросить закончить молитву? Меня? Угу. Небесный Отец, мы благодарны Тебе за возможность сегодня снова встретиться и размышлять об этих великих истинах, которые в Священном Писании Ты оставил человечеству своим детям. Господь, и каждый из нас несет определенную меру ответственности за выполнение Твоих Божьих.